Всем привет! С вами Дмитрий из Орла. Этот ролик у меня называется 34-летняя ирландка сбросила 83 килограмма. 146 минус 83 равно 63. Самые опасные продукты при постройнении. Мне эта тема знакома. Я сам сбросил более 70 килограмм. Поэтому давайте поговорим, как избавиться от лишнего веса, что нам в этом может помешать. Ну, вначале прочитаем историю этой замечательной женщины ирландки. Кстати, обратите внимание, она, конечно, стала красивой, стройной, вот все. Но кожица висит. Видите? Это неизбежно, к сожалению. Даже в 34-35 лет это неизбежно. Провисание кожи, особенно на животе, на первом этапе, так сказать, в течение полугода-года будет висеть просто-таки блин из кожи. Потом он, конечно, стянется, но вот остается даже у относительно молодых людей такое. Поэтому хорошо можно рекомендовать холодной водой, так сказать, обливание. Потому что во время холода вода так воздействует на кожу. кожа съеживается, и таким образом тонус ее тренируется. И еще замечу, вот сразу же, просто, по ходу, что сахар очень сильно влияет, ухудшает состояние кожи. Поэтому от сахара надо отказаться навсегда. Но об этом позднее я больше расскажу. Итак, история такая вот. Жительница Дублина, Ирландия, Карла Фитт-Жеральд, сбросила 83 килограмма с января 2020 года. Ее историю публикует так, Дэмирор газетный, но не знаю. На пике 34-летняя женщина весила 146 килограмм и не умещалась в кресле, в самолетах и на стульях в ресторанах. Она очень переживала из-за этого, однако долгое время не могла решиться начать худеть, так как не знала, как будет справляться с едой без стресса. Кстати, слово худеть мне не нравится, я предпочитаю слово стройнить. Худеть от слова худо, стройнить от слова стройно. Нужно себя программировать сразу же на позитивный эффект, не на болезненное состояние. Перед тем, как сесть на диету, Фитт-Жеральд некоторое время посещала психолога. Ну, вот то, о чем я всегда говорил, нужно успокоиться в самом начале. Самое главное это успокоиться. Мне диагностировали в зависимости от еды, все время я только и думала, где бы и что поесть. Я ходила на обед на работе и ела на тысячи килокалорий. В день я в итоге съедала 3-5 тысяч килокалорий. Ну, это норма двух людей в 80 килограмм веса. Вот, что скажу. Призналась Ирландка. Она либо брала еду из ресторанов на вынос, либо готовила себе макароны, или ела чипсы начо с соусами. Вот, нельзя есть соусы, потому что они возбуждают аппетит. Понимаете, чипсы, бесполезная еда, да и макароны, в общем, тоже, потому что они очищены, вот, вернее, из них удалены полезные вещества из этих макарон. Отруби, зародыши, то, что самое ценное, и сыпное, вернее. и так далее. После терапии Пиджираль начала считать калории, ходить час пешком по часу в день. Это, кстати, важно, особенно после ужина. Ее главной задачей было создать дефицит калорий, что-то съесть меньше, то есть съесть меньше, чем потратить за день. Тоже разумно. Поначалу Ирландке было очень сложно, она настолько отвыкла ходить пешком, что даже парковалась у самого входа в магазин. Кстати, вот замечу, съесть меньше, чем потратить за день можно очень просто. Многие люди начинают есть совсем мало, тысячу калорий, полторы. Я против, я считаю, что есть нужно с самого первого дня, как только вы решили стройнить свою норму будущего в вас. Нужно есть. Например, вы хотите есть 80, значит, начинаете есть 2400 калорий в сутки. не больше того. Не надо полторы, не надо тысячу, нужно сразу взять себе нормальную планочку и ее придержатся всю оставшуюся жизнь. Так. Но со временем у нее начало получаться проходить все больше и больше, затем она начала тренироваться. Вот хорошо, больше и больше. Сохранять мотивацию худеющей помогали. маленькие победы. Она очень радовалась, когда смогла скрестить ноги и надеть носки из положения стоя. Она фотографировала себя каждую неделю, чтобы замечать даже небольшие изменения. Важно мотивировать себя, положительно чем-то вознаграждать. сбросили какие-то результаты какой-то показали, пошли себе вещь красивую купили, например, или как-то себя порадовали. Из-за здорового питания ее кожа и волосы стали лучше выглядеть, появилось больше сил. Со временем Фитджеральд смогла покупать одежду, которая ей нравилась, а не то, что могло на нее налезть. В итоге Фитджеральд стала весить 63 килограмма и утверждает, что сама не заметила, как быстро это произошло, потому что увлечена была процессом, поэтому не заметила. Она надеется, что ее история вдохновит и других стройнейших людей, поправлю ее издание. Ранее жительница американского города Санта-Клорида, штат Калифорния, похудела, опять-таки постройнела на 43 килограмма и рассказала о том, как ей это удалось. Она решила пить меньше газировки и реже есть и заняться тренировками на велотренажере. Ну, это как бы меньше есть, нужно знать, что есть. Итак, далее, следующий наш подраздел второй, второй из двух. Самые опасные продукты при пространении. Самыми опасными продуктами при пространении, я считаю, сладкое, мучное и возбуждающий аппетит. например, сахар, булки и всякие, знаете, соленья, засолки, соусы, квашения, всякие эти вот вещи, которые вот съешь, а потом есть, начинать хотеться. Вкусное все. но главное это сладкое и мучное, потому что это не дает вам полезных веществ питательных, но дает пустые калории, которые быстро всасываются в организм и прикладываются вам к бокам. поэтому конфеты, пирожные, печенье, макароны даже, хотя макароны в меньшей степени, то что они попроще, чем печенье, там конфеты, вот, убираем варенье тоже. И вообще, чтобы его не было. Вот я вот, честно, грешен, время от времени мне мама дает баночку варенья какого-нибудь вкусного, вот, например, абрикосовое последнее. Я не могу удержаться, просто не могу, даже я, даже спустя столько лет построения. Я съедаю его довольно много. Потом, знаете, начинается жажда, потом начинаются какие-то ощущения, неприятные раскаяния. Нельзя держать в доме варенье. Мед, и тот надо съедать с большой осторожностью. Потому что мед, он тоже достаточно ненасытный продукт, особенно, если с орехами, с семечками, с булками, со всякими. Даже мед надо опасаться. Хотя, мед в меньшей степени, чем сахар. Поэтому, варенье, сладкое, мучное, все нужно убирать. И альтернативы никакой нет. Если уж не в моготу, каких-нибудь сухофруктов съешьте. Изюма, например. сладких фруктов, бананов, свежих. Вот такие дела. Итак, рассказал я вам благодаря сайту лента ру от 34-летней ирландки, которая сбросила 83 килограмм и рассказал про самые опасные продукты при построении. Если будут у вас вопросы какие-то, пишите в комментариях к этому видео, а лучше в соцсети. Ссылки на мои соцсети в описании к этому видео. Пишите, что знаю, я вам расскажу, поделюсь, помогу. Вот. Ну и вы тоже рук не опускайте и помните, что даже 83 килограмма может человек сбросить, если задастся с целью. Посмотрите на эту красивую женщину молодую. вот. Вот какой унылый взгляд и посмотрите какая красотка. И желаю вам успеха, бодрости, стройности, хорошего настроения. С вами был Дмитрий из Орла. Редактор субтитров Корректор А.